Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним из первых людей, который очень любил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был Абу Талиб. Кто такой Абу Талиб? Абу Талиб, братья мои и сестры, дядя пророка по отцу. Он не любил пророка, да благословит его Аллах и приветствует обычной любовью. Он очень сильно любил его. Самым любимым человеком на земле для Абу Талиба являлся пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Может быть вы заметили, как ученые по Сирии упоминают, что когда Курешит усилили мучение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, потом предложили женить его на лучшей женщине из них, сделать его своим правителем, дать ему много денег, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не обращал на это внимания. Для него важна была эта религия. Довести ее до людей. Когда Курешиты увидели, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не отвечает им, они пришли к ним и напали, пока не окружили его в ущелье Бану Амира. Это ущелье представляло собой долину между двумя горами. В нем не найти ни еды, ни питья, ни убейшей, в котором можно было найти приют. Они удерживали в этом ущелье пророка, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников. Как только началась эта блокада, Абу Талиб присоединился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует со своими десятью детьми. Курешиты удивились. «Как это, Абу Талиб? Ты ведь один из нас. Ты поклоняешься Аллату и Ал-Уззи. Так как же ты идешь в это ущелье?» Он сказал, «Это сын моего брата. И клянусь Аллахом, я не откажусь от него». Абу Талиб сидел с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, год и два и три, голодая вместе с ним, испытывая жажду и усталость и грусть вместе с ним. Он покинул свой народ ради пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И на полноту любви Абу Талиб к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, указывает то, что когда наступала ночь и приходила темнота, Абу Талиб клал свою голову на свою постель и притворялся спящим. Когда же он убеждался в том, что все люди заснули, он вставал и медленно шел в сторону пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пока не приходил к нему, к его постели. Потом он говорил, «О Мухаммад, о сын моего брата, вставай, вставай». А спящий пророк, алейсисалям, открывал глаза и говорил, «Да, что ты хочешь, дядя?» И Абу Талиб говорил ему, «Вставай, у сына моего брата, со своей кровати и ложись на мою кровать». После этого пророк, алейсисалям, шел спать на кровати Абу Талиба, а Абу Талиб спал на кровати пророка, укрываясь его одеялом. Зачем? Для того, чтобы если кто-нибудь придет, чтобы убить пророка, алейсисалям, то он хотел, чтобы меч упал на его голову, а не на голову пророка, алейсисалям. Вы видели любовь большую, чем любовь Абу Талиба. Он готов пожертвовать собой и своей жизнью ради пророка, алейсисалям, чтобы тот не влубит. Вопрос, который напрашивается, братья и сестры, отрицал ли Абу Талиб то, что пророк, алейсисалям, на истине? Нет, в Аллахе. Он не отрицал его правдивость. И стихи, которые он сложил, указывают на полноту его доверия пророка, алейсисалям. В частности, он говорил, «Я узнал, что религия Мухаммада лучшая из религий человечества». Хорошо, если ты узнал, что эта религия лучшая, что тебе запрещает ее исповедовать? Послушай, если бы не порицание людей и опасение их ругания, ты бы нашел меня снисходительным к ней явно. Абу Талиб был уверен, что пророк, алейсисалям, на истине, но у него не хватало смелости терпеть порицание людей своего народа. Как это ты меняешь свою религию и религию своих отцов? «Твоя жена тебя покинет, дети покинут тебя, люди разозлятся на тебя». Также он опасался руганий, что люди скажут, «Что за вид? Почему ты укоротил свою одежду? Почему ты не смотришь на то-то и то-то? Почему ты не общаешься с таким-то, таким-то?» Эти две причины препятствовали Абу Талибу следовать за пророком, алейсисалям. И ты удивишься, если посмотришь на то, что происходит в наше время, многим людям препятствуют следовать истине те же две причины. Страх порицания людей и страх порицания тех, с кем они общаются. Вернемся к Абу Талибу. Абу Талиб, братья мои и сестры, продолжал таким образом жить с пророком, алейсисалям, пока к нему не пришла смерть. И он все равно не мог принять смелое решение следовать истине, хотя и знал, что это истина. Посмотри, например, на Абу Талиба при смерти. Вот душа покидает тело. Об этом узнает пророк, алейсисалям, и спешно направляется к нему. Первое, что он видит, войдя к нему, что Абу Талиб на предсмертном одре, хрипит. Идут последние мгновения, и ангел смерти вырывает эту душу. И пророк, алейсисалям, посмотрел вокруг и увидел, что возле Абу Талиба стоит Абу Джахль и Абдулла ибнумайя, главари куфра из Курешитов. Пророк, алейсисалям, не обратил на них внимания. Его заботило то, чтобы Абу Талиб не умер на куфре. Пророк, алейсисалям, посмотрел на него, а Абу Талиб стонет и хрипит. Пророк, алейсисалям, сказал, о дядя, о дядя, скажи «Ля иляха илля Аллах», но не сказал ему «Скажи слово, которое тебе поможет перед Аллахом», потому что он был в предсмертном состоянии, когда уже не принимается покаяние. Он просто сказал «Скажи «Ля иляха илля Аллах», слово, которым я заступлюсь за тебя перед Аллахом. То есть может оно тебе не помочь, но это будет по крайней мере доводом твоей пользы перед Аллахом, чтобы я сказал «О мой Господь, прости ему». Он сказал это, умирая. И в каждый раз, когда Абу Талиб хотел сказать шахаду и произнести «Ля», Абу Джахиль и Абдулла и Банумайя говорили ему «Ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба?» «Ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба?» И это стремление угасало. И пророк А.С. начинал заново, говоря «О дядя, скажи «Ля иляха илля Аллах», прошу тебя, скажи «Ля иляха илля Аллах». И как только он собирался сказать это, Абу Джахиль говорил «О Абу Талиб, ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба?» «Как ты можешь отступить от своей религии и религии своих отцов и дедов?» «Ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба?» Так продолжалось до тех пор, пока он не умер на религии Абдул-Мутталиба. Когда его похоронили, Аббас Абдул-Мутталиб, брат Абу Талиба, дядя пророка, пришел к пророку А.С. и сказал «О посланник Аллаха, воистину твой дядя Абу Талиб защищал тебя и помогал тебе и старался ради тебя. Пронес ли ты ему пользу после его смерти?» Пророк А.С. немного помолчал, потом сказал «Да, да, я помог ему». Аббас спросил «Как? Он же умер, поклоняясь Аллату и Ал'Уззи. Как ты помогаешь каферу? Так какую пользу ты ему принес?» Пророк А.С. сказал «Он был в пучине огня, то есть как в морской пучине. Он был в пучине огня, и я вывел его на самую низкую степень огня, то есть в самую легкую. И под его ноги были положены два огненных угля, от которых закипал его мозг». Мы просим Аллаха благополучия и здравия. Что навредило бы Абу Талибу, когда он узнал истину? Кто бы причинил ему вред, если бы он сказал «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха». В нашей современной действительности редко можно найти того, кто совершает грех и при этом не знает, что это грех. И вообще, если кто-то совершает грех, не зная, что это грех, Аллах не спросит с него за это. Аллах говорит «Мы не причиняли мучения, пока не отправляли посланника». Посмотрите, к примеру, на тех, кто делает разврат и прелюбодеяние. Разве он не знает, что прелюбодеяние – харам? Клянусь Аллахом, он знает, что прелюбодеяние – харам, и знает, что Аллах, Свят Он и Велик, сказал «И не приближайтесь к прелюбодеянию, это мерзость и плохо этот путь». И пророк, алейиссалам, видел прелюбодеев, мучающихся в огне. Так что он знает, что прелюбодеяние – харам. Но у него нет достаточной смелости принять решение оставить прелюбодеяние, расстаться с тем, кого он очень сильно любит, с той, с которой у него запретная связь, или же расстаться с людьми, с которыми он собирался на прелюбодейские собрания, ходил на танцы, в бары, бордели и так далее. То есть он знает, что прелюбодеяние – харам, но у него нет сил и воли, чтобы принять решение и оставить эти запретные вещи. Возьмем, к примеру, другого человека. Он, например, пьет вино. «Я могу поспорить, что ты не найдешь того, кто пьет вино и говорит, что вино – халяль». Иногда это бывает из-за упрямства, как, например, человек на солнце говорит «Нет, это луна». Это из-за упрямства. Но в глубине души он знает, что истина с тобой. Давайте спросим пьюшего вино. «О, такой-то! Ты не знаешь, что вино – харам?» Он скажет «Валлахи, я знаю, что вино – харам». Хорошо. Если ты знаешь, почему ты его не оставляешь? Спроси его, почему он не оставляет? Он скажет «Клянусь Аллахом, брат, я бы хотел этого, но не могу его оставить. Таким образом, у него нет силы принять смелое решение оставить это вино». Это же самое может сказать о тех, кто ослушается своих родителей. Курит, слушает запретное, смотрит на запретное, проедает чужое имущество, ведет торговлю запретным, например, продает табак, продает вино или продает другие запретные вещи, проедает имущество людей. Все они, уважаемые зрители, нуждаются в сильном имане, с помощью которого они могли бы принять твердое решение для того, чтобы перейти от темноты к свету. Я прошу Всевышнего Аллаха, Его милости и Его щедростью, вывести всех нас из темноты к свету, вести нас дорогами истинного пути и сделать нас предводителями, идущими правильным путем, не заблудшими и не вводящими заблуждения. А Всевышнему Аллаху известно лучше. Мир и благословение посланнику Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok